Сцепленные кисти, механические движения стопами, первичные признаки взволнованности. Натянутый смех на грубую шутку здесь. Здесь с небольшой паузой и быстрым завершением. Утрирование эмоций. Руки часто прикасаются к лицу здесь, здесь и здесь. Когда произносят неприличную шутку, опускают взгляд вниз. Скорость и громкость речи замедляется. Не знала, что мастурбация так влияет на мозг и голосовые связки. Чувствует неловкость. После грубой шутки уже явно закрывает лицо рукой. Так организм скрывает от людей это ублюдство. Вот на что я обратил внимание, когда первый раз посмотрел видео, где оба участника шутят друг про друга с использованием абсценной лексики. И меня это заинтересовало. В сигналах Лолиты я увидел легкий дискомфорт, неловкость при произнесении шуток. Она не хотела обидеть партнера, но принимала правила игры с полным осознанием. Она смеется над собой, но при этом нельзя сказать, что эти шутки ее нисколько не трогают и не задевают. Ее цепляет, но она получает удовольствие от этой атмосферы, несмотря на внутренний дискомфорт. Что это? Желание быть в тренде или что-то иное? С 2005 по 2007 год Лолита вела программу «Без комплексов» на Первом канале, где обсуждала с гостями самые волнующие и откровенные темы. Семейные взаимоотношения, любовь, секс, проблемы детей и родителей и многое другое. С тех пор к ней приклеился некий ярлык женщины, у которой никаких комплексов нет. Но так ли это на самом деле? На шоу, что было дальше, Лолита, несмотря на внутренний дискомфорт, держится очень уверенно. На одной волне с ведущими она чувствует и понимает контекст, она знала, куда идет. Каждый из гостей рвал шаблоны в этом шоу так, как мог, защищаясь, схорабляя в ответ, нападая, игнорируя, но Лолита на этом шоу показала противоположное. Она посадила к себе на руки несколько ведущих и обняла. Да, возможно, в формате шутки и какого-то сценарного решения, но почему именно этот жест? Возник у меня вопрос. И я решил выяснить, что скрывается за образом Лолиты Милявской, что сформировало ее личность, поведение и отношение к миру. И в процессе анализа личности Лолита открылось много интересных подробностей. И я понял, что этот жест на что было дальше и остальное ее поведение не случайно. Но обо всем давайте по порядку. За время самоизоляции многие уже поняли, как хорошо иметь удаленную профессию, которая позволяет работать из дома. А еще лучше зарабатывать столько, чтобы застраховать себя и свою семью на случай подобных происшествий и кризисов. Для этого важно иметь востребованную профессию, которая не исчезнет через несколько лет, а будет все актуальнее. Все уже знают, как круто быть программистом. Правда, далеко не каждый видит тебя в этой сфере. Но это еще не единственная перспективная профессия в IT. В современном мире количество данных растет гигантскими темпами. Необходимы люди, которые умеют обрабатывать их и превращать в ценную информацию, помогающую бизнесу увеличивать доход. И бизнес готов очень щедро платить за это. Хорошая новость в том, что в этой сфере уже многое автоматизировано, и тебе не нужно осваивать и высшую математику, или тратить годы на изучение программирования, чтобы погрузиться в профессию. Но для быстрого старта все же понадобится хорошая обучающая программа. В онлайн-школе Skill Factory стартует обучение на курсе аналитик данных. Там ты освоишь самые важные инструменты, с которых начнешь свой путь в аналитике SQL, Python, основы математической статистики и машинного обучения. А главное, ты поймешь, как каждый из инструментов работает на практике для решения конкретных бизнес-задач. Ты выйдешь с курса не только с навыками, но и с готовым портфолио проектов, профессионально оформленным резюме и с пониманием того, как устроиться на работу и максимально быстро вырасти из джуниоров, специалистов высокого уровня, за которым компании будут охотиться сами. Для оплаты обучения доступна рассрочка и оплата частями. А если назовете промокод МЕНТАЛ менеджеру при оформлении заявки, то получите очень весомую скидку в 45% при оплате. Промокод действует до 10 июля. Ссылку на сайт и промокод я оставлю в описании под видео. Лолита Милявская. Известная эстрадная певица, актриса, телеведущая. Те, кто постарше, помнят ее еще со времен телепередач «Утренняя почта» и «Доброе утро, страна». И, разумеется, кабаре-дуэт «Академия». Именно в составе дуэта к ней пришла первая волна популярности. А за ней и всероссийская известность. И даже сейчас Лолиту знает и любит не только старшее поколение, но и молодое. Веселая, позитивная, харизматичная, раскованная, экстравагантная, эпатажная, открытая, искренняя. Так они отзываются и зрители, и коллеги. С самого начала своей карьеры Лолита ярко выделялась на фоне остальных звезд русской эстрады. У нее всегда было как множество поклонников, так и хейтеров, тех, кто считает ее образ пошлым и бескустным. Раскованность на сцене, распущенностью и вульгарностью, а способность открыто и резко высказываться хамством и невоспитанностью. Лолита и правда не стесняется нецензурно выругаться, закатить скандал, послать куда подальше. Она отлично понимает, что медийной личности довольно сложно что-то скрывать от общественности, ведь правда все равно всплывет. Поэтому сама откровенно рассказывает о своей личной жизни, неурядицах, переживаниях. Она спокойно обсуждает свой вес, морщины, пластические операции, часто иронизирует над собой. Выпил, значит, это понесло Остапа. Тебе вдруг кажется, что ты под этим делом офигенно спела драматическую песню. Я сделала нижнюю подтяжку, я не скрывала. Возможно, это используется с целью обезоружить тех же хейтеров, которые в целом могут и так подмечать такие негативные ее черты характера. Подобный прием использовал Эминем на баттле, когда в конце своего раунда высказал весь негатив и всю правду про себя, тем самым обезоружив своего оппонента. Лолита активно следит за творчеством молодых артистов и блогеров. По примеру Билли Айлиш, она прокомментировала каверы на своей песне, а недавно она поменялась хитами с молодой певицей Дорой. Вообще, у Лолиты очень много фанатов среди молодого поколения. Девушки говорят, что она как мудрая мамина подруга, которая за чашкой чая на кухне может сказать то, что мама тебе не скажет. Откуда же такая популярность среди молодежи? Ты понимаешь, почему тебя так любят молодые зрители в интернете? Слышишь, я думаю, что я своя, я в это не играю, потому что их обмануть нельзя. Я не играю в то, что я хочу быть молодой. Можно ли не играть роль, а просто быть собой в шоу-бизнесе? Я в жизни совсем же другая. Я в жизни человек закрытый, в принципе. Я редко душа компании. Здесь мое поле. Я эту артистку такой придумала. А знаешь, кто-то один должен быть уродом, когда все красивые. Лолита утверждает, что никогда не любила строить из себя правильную девочку. В ее жизни присутствовали и алкоголь, и зависимость от кокаина, и измены. И обо всем этом она неоднократно рассказывала в интервью, чтобы показать всем, что я живой человек. И тоже ошибаюсь. Когда один год я употребляла кокаин? В принципе, на этом и кокаин закончился. Потому что я там начала из-за того, что у меня не хватало сил. Потом я поняла, что я подыхаю. Естественное, простое и не звездное поведение Лолиты и то, как она справляется с жизненными ситуациями, вдохновляет и мотивирует людей. Именно поэтому певица старается транслировать позитивное отношение к себе, к своему телу, к своему выбору, к своей жизни. Тем не менее, такая уверенность в себе была у нее далеко не всегда. Во многих интервью Лолита рассказывает о своем детстве и взаимоотношениях с родителями. Потому что я долгое время обижалась на обоих родителей. И мне казалось, что во много моя жизнь не складывается из-за того, что они меня не любили. То есть я была уверена, что меня не любили. Она росла в то время, когда не было принято выражать свои эмоции. Любовь, поддержку, участие, похвалу. Поэтому я в этом смысле была нежеланным ребенком практически для всех. Это меня сформировало. Внутреннее одиночество сформировало. Эта детская недолюбленность повлияла на личные отношения Лолиты уже во взрослом возрасте. Это какое-то чувство одиночества внутреннее. Я бы не выросла такой. Я бы не пришла к такому партнеру. Мы вновь возвращаемся к неудовлетворенной базовой потребности в любви. Почти все поколение выросло в эмоциональной холодности и отстраненности. Так было принято. Это было нормой. Психология только начинала свой путь. И некому было объяснить молодым родителям, каким последствиям приводит такое воспитание. Да и в целом времена были нелегкими. И у родителей банально не было возможности посвящать детям достаточно времени. Родители для ребенка это весь мир. Он воспринимает все окружащее их глазами. То, что он видит в семье, будучи маленьким, он выносит во взрослую жизнь. Если ребенок уделяет мало внимания любви, присутствует психологическое насилие, угроза, критика, насмешка или физическое насилие. Все это отражается на личности в дальнейшем. Воспитание и взросление в то непростое время наложило еще один отпечаток на Лолиту. Страх одиночества. Этот стереотип и сейчас активно поддерживается в обществе. Особенно в отношениях женщин. Это глубокое внутреннее убеждение, которое не так просто искоренить. Даже когда знаешь о нем. Лолита считает, что в последний брак она вступила именно из-за этого страха. Страхи и комплексы это то, с чем Лолита активно боролась долгое время. Певица работала с психологами-психиатрами и открыто рассказывает об этом. В итоге она поняла, что родители любили ее, как умели. И пора прекратить обижаться на них и наконец полюбить себя саму. Мне понадобилось много лет, чтобы начать себя любить. Когда начала себя любить, мне очень стало по хирургу, кто обо мне что говорит. Я перестала оправдываться. Певица работала с психологами-психиатрами и открыто рассказывает об этом. В итоге она поняла, что родители любили ее, как умели. И пора прекратить обижаться на них и наконец полюбить себя саму. Своей дочери Лолита старается давать как можно больше любви и тепла и меньше критики. И потом я приняла маму такой, как она есть, но мы договорились, что Еве мы даем максимум любви. В целом это стремление к любви, к получению недополученных в детстве эмоций близости, теплых слов и тактильных контактов она ощущает до сих пор. Возможно, такие неосознанные проявления этой потребности мы и наблюдаем на шоу «Что было дальше», когда Лолита выбирает весьма необычную модель взаимодействия с ведущими. Личная жизнь Лолиты довольно бурная. У нее за плечами уже пять браков. Студенческий брак с Александром Беляевым, фиктивный брак для покупки комнаты с Виталием Милявским, творческий союз и брак с Александром Цикало, брак с олигархом Александром Зарубиным и брак тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Все ее разводы заканчиваются с разной степенью драматичности, но последний наделал много шума, с изменами наркотиками, отравлениями и судебными исками друг на друга. Последняя ситуация с разводом Лолиты была неоднозначна, но ее психолог и некоторые данные касательно личности мужа, ее отношению к происходящему внутри, говорят о том, что Лолита в это время находилась в роли классической жертвы абьюзера-манипулятора. Детские комплексы, недолюбленность, стремление заслужить любовь может всю жизнь долга человека от одного абьюзера к другому. Но это все далеко не значит, что она не может за себя постоять. В поведении Лолиты есть заметная многим особенность. Несмотря на эмоциональность, ранимость и подавленную внутреннюю боль, у нее очень развита стрессоустойчивость и психологическая защита. Да, она может кому-то показаться грубой, бестактной, фамильярной, но это неудивительно, ведь когда личность, особенно известная, отклоняется от общепринятого шаблона поведения большинства, это сразу вызывает негативную реакцию в обществе. Подобные примеры мы наблюдаем не только в СМИ, но и в жизни. Лолита адаптировалась к этому, она ведет себя естественно, и это дает ей силу. Я устал от ***, который мне пишут, вколола бы ботокс. А мне хоть сказать, да пошел ты ***, колись себе в яйца, чтобы они у тебя были больше. Только посмотрите, как она ставит на место провокатора несколько лет назад. Он предъявил факт, порочащий ее репутацию, но она повернула это в свою сторону. И в проигрышном положении в итоге оказался сам провокатор. Я вот, например, недавно включил первый канал, вижу Лолита Милявская пьяная. Что? Услышав провокацию, она дважды переспрашивает. Что? Пьяная. В каком смысле? В прямом. Вероятно, чтобы оттянуть время, чтобы продумать ответ. Ведь, как мы знаем из поздних интервью, подобные эпизоды действительно могли быть в ее жизни. Я была один раз... Пришла пьяная Милявская. Села, что-то... Видимо, на автомате она сразу начинает оправдываться, но провокатор ей не дает это сделать, что сразу ее отрезляет. Я была один раз... Пришла пьяная Милявская. Села, что-то сказала. А скажите, пожалуйста, вот сейчас вот мы говорим с вами, вот при свидетелях. Продумав ответ, она из обороны переходит в нападение. Вы откуда знаете, что я была пьяная? Мне так казалось, и знаете, я... Я, ну тоже, знаете, не первый... Не первый год замужем. Простите, пожалуйста, вы представляете желтую прессу? Осознав роль этого человека, с какой целью он пришел, она понимает, что за его словами стоит лишь провокация, поэтому она проверяет его серьезность и подготовку. Просит аргументировать то, что он сказал. Из последних источников я еще и лесбиянка. Вы можете это доказать? Нет, Валерия Марковна, я не собираюсь вам ничего доказывать. Еще один интересный прием, она добавляет абсурдный утрированный факт, который вряд ли кто-то воспримет всерьез, и ставит его в один ряд с обвинением. Это создает у провокатора когнитивную нагрузку, когда он не может подобрать аргументов и чувствует себя проигрышно. Далее, когда он ведется на этот прием и начинает суетиться, она подсознательно ощущает, что он не представляет угрозы. Это повышает ее уверенность, и она переходит в очередное нападение. Не надо, подождите, вы сейчас сказали, что я была пьяная в эфире Первого канала. Да, я это видел. Означает, что вы видели. Я вас видел за кулисами, съемок на НТВ, тоже пьяный. Извините, пожалуйста, можно я скажу одну... Она встает из круга людей, в котором находится, который психологически мог создавать для нее чувство защищенности, выходит в центр зала быстрым и уверенным шагом и ставит точку в своем фирменном стиле, доводя градус кипения до максимума и получая поддержку от зала. Можно я скажу одну фразу, специально для НТВ? Идите нахер. Спасибо. Пока. Получив поддержку, она заряжается энергией и уже уверенно парирует на любые дальнейшие аргументы оппонента. Ларит Маркин, я бы, конечно, туда пойду, но вопрос был такой, ведь вы... Это очень хорошо, это модно. Нет, я... Секунду, секунду. Вы не... Обратите внимание, как она не дает никому выступить на ее стороне. Защитите, хочу сказать. И сама спокойно отбивается от нападок с полным чувством уверенности. Ну, разве не пример хорошего уровня доминирования? Ставьте лайк, если бы хотели увидеть ее триумф в трэш-токе с Конором Макгрегором. В этом году Лолите уже 56 лет. Она заметно преобразилась, похудела, расцвела и воспряла духом. Активно участвует во многих интервью и ток-шоу. Несмотря на затянувшийся скандальный бракоразводный процесс, который уже утомил не только самих участников, но и общественность, Лолита продолжает развиваться в творчестве, шутить над собой, эпатировать публику, заводить новые романы. Один косметический бренд в 2019 году выбрал певицу в качестве первого в России амбассадора помады Viva Glam. Все средства от продажи идут на поддержку организации, занимающихся охраной здоровья и защитой прав людей любого возраста, пола и национальности. Поклонницы видят Лолите сильную женщину, которая хоть и сталкивается с проблемами, но находит в себе мужество преодолевать их, поэтому часто обращается к ней за советами. Прежде всего она советует женщинам, да и вообще всем людям, становиться самодостаточными и независимыми. Своим творчеством, а также поддержкой во время шоу без комплексов, Лолита помогла многим людям, за что они до сих пор безмерно ей благодарны. Лолита яркий, неоднозначный персонаж. К ней можно относиться по-разному, но благодаря ее открытости люди видят, что она обычный живой человек со своими ошибками и недостатками, с лишним весом и морщинами. Ее путь в шоу-бизнесе не был легким, но несмотря на страхи, неуверенность и усталость, Лолита смогла сделать себя сама, стать успешной и любимой своими зрителями и даже стать кумиром молодого поколения. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы они оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Больше всего в этой жизни нам, женщинам, хочется, проснувшись утром, без грима, быть такой же любимой, как и в гриме. И, конечно, что я была в гриме, а грим не броский, что я его сняла, я потом подумала, ох, это же не работает. Субтитры сделал DimaTorzok